Музыка Жизнь в Куйбышеве шла тихо и спокойно. В моей маленькой квартире постепенно стало красиво. Вначале с антикварной мебелью из Москвы, а затем благодаря тем антикварным вещам, которые я купил и которые прибыли морем через Владивосток. Апрель ударил голубым крылом о городскую черствую дорогу. И вот со звоном выкатился лом. Из шумной двери солнцу на подмогу. Эти воспоминания норвежского посла в СССР еще никогда не звучали в телевизионном эфире. И дело, в общем, даже не в том, что в них есть какие-то секреты, которых не должны были знать его современники или граждане других государств. Дело в том, что секретным было все. И сама его жизнь в Заворском городе, и работа, и даже то, что он сумел привезти с собой из Москвы или купить в местных антикварных магазинах. Среди предметов, посланных мне друзьями из Буэнос-Айреса, была коробка хорошего Бордо. В качестве странной заботы советских властей о дипломатах стоит упомянуть о том, что власти Владивостока предупредили меня, что эта коробка была отправлена через Сибирь в долгий путь в вагоне с подогревом. Посольство Норвегии в Куйбышеве и моя квартира находились на одной из старых самарских улиц. Вот в этом доме. Здесь у меня была отличная повариха Катя, которая прекрасно готовила. Утром Аташе приносил мне сюда свежие газеты и переводил самые нужные статьи. Этот интеллигентный молодой человек в удивительно короткое время выучил русский язык и имел редкий талант схватывать тон статей. Когда в монотонных колонках появлялось какое-то новое слово, он сейчас же его находил и говорил, что в воздухе, кажется, пахнет чем-то новым. Интересная история, связанная с норвежской депмиссией, потому что мальчик, сын посла, он вел дневник, и эти воспоминания сохранились. Он рассказывал о том, как они ходили в театр, как они ходили в кинотеатр, чем был, ну, как ребенок, заполненный их досуг. То есть, на самом деле, эта тема огромной глубины, огромного интереса. И вот этот посольский маршрут, который мы создали вместе с Михаилом Гисом, вместе со студентами филологического факультета, и по которому мы вводили в том числе и дипломатическую миссию, он очень интересный. Он, конечно, для горожан открывал бы многие неизведанные страницы и совершенно иначе заставляет посмотреть на наш город и на его роль в истории страны. 16 октября 1941 года сотрудников посольства Швеции привезли на Курский вокзал в Москве. А уже вечером этого же дня они тронулись в путь. Но только три дня спустя, переехав в Волгу, прибыли в Куйбышев. Первым, кто встретил их на вокзале, был сотрудник протокольного отдела Министерства иностранных дел. Он ходил вдоль вагонов, предлагая дипломатам выгружаться и чувствовать себя как дома. После этого сотрудников посольства привезли вот в этот старинный особняк, который был совсем пустым. В комнатах стояло только около 20 железных кроватей, которые остались от больницы или от детского сада, размещавшихся в этом доме ранее. Устраивались как могли, купая мебель, где придется. Но позже, разговаривая с другими дипломатами, шведы выяснили, что им достался самый лучший из особняков. А вскоре жизнь дипломатов сделалась и совсем сказочной. В городе открылся гастроном для сотрудников посольств с икрой и водками. Окна этого гастронома всегда были забелены мелом, чтобы простые жители не могли увидеть на полках и яства, предназначавшиеся для иностранцев. У входа в этот магазин всегда дежурили два солдата НКВД, одним своим видом, отпугившие простых смертных. Постепенно приезжие освоились на новом месте. Особенное удовольствие им доставляли спектакли в Большом театре с прекрасной музыкой и голосами. Часто по вечерам, возвращаясь сюда, в это здание, дипломаты делились впечатлениями и, казалось, еще слышали прекрасные голоса, доносившиеся из-за стекол, за которыми гудели холодные осенние, а потом и зимние ветры. Зимой, в хорошую погоду, дипломаты катались на лыжах, летом купались и сгорали на берегу Волги и даже сходили на лодке в знаменитую жигулевскую кругосветку, останавливаясь в пригородных деревнях и селах и интересуясь жизнью и бытом крестьян. Так и подошел к концу этот короткий, но яркий период пребывания шведов в далеком Хуйбышве, отгороженном от войны бескрайней Волгой. Точно известно, что в посольство Швеции мы внедрили сотрудника НКГБ, сценографистку, которая добывала необходимую информацию. Ну и там известен этот анекдотический момент, когда один из сотрудников польского посольства несколько перестарался с употреблением крепких напитков в одном из наших ресторанов и, выходя из ресторана, забыл портфель. Тут же на него набросились сотрудники НКГБ, этот портфель, а там, представьте себе, мирное посольство, которое с нами дружит, которое делает с нами в Бузулуке на территории Куйбышевской области под руководством Владислава Андерса польскую армию, которая будет воевать против нацистов. А в портфеле их дипломата обнаруживается инструкция, как проводить диверсионно-разведывательные действия на территории СССР. А вот перед послом Турции, который после эвакуации из Москвы жил вот в этом доме и несколько раз в день спускался и поднимался вот по этой лестнице, стояли совсем другие задачи. Дело в том, что после нападения Германии на СССР турецкое правительство заявило о своем нейтралитете в советско-германском конфликте. Однако среди турецких военных и политиков перспектива войны с СССР активно обсуждалась. На границе с Советским Союзом дислоцировались несколько пехотных корпусов турецкой армии, которые в июне-июле 1942 проводили крупномасштабные маневры. В качестве ответной меры руководство СССР было вынуждено держать значительную группировку войск в Закавказье на случай войны с Турцией. Напряженность в регионе снизилась только после окружения немецких войск под Сталинградом в ноябре 1942 Убедившись в несостоятельности немецких планов, турецкое правительство активизировало переговоры с союзниками и в 1943 году состоялась встреча премьер-министра Турции с Уинстом Черчиллем. Стремясь подключить турецкие войска к боевым действиям против Германии, США и Великобритания начали поставки современного оружия в Турцию. Но несмотря на это турецкое правительство продолжало политику нейтралитета и только в августе 1944 года разорвало дипломатические отношения с Германией, опасаясь, что в противном случае Турция может оказаться вне той системы международных отношений, которую уже начали выстраивать державы-победители. Вот об этом и обо многом другом думал турецкий дипломат, живя здесь, в Куйбышеве, в этом старинном особняке и несколько раз в день поднимаясь и опускаясь вот по этой лестнице, по той самой лестнице, по которой сегодня весело бегают юные самарцы, воспитанники расположившегося в этом особняке детского сада. Дипломат хорошо понимал, что война это много горя и страданий для воюющих. И это сложнейшее уравнение со множеством неизвестных для дипломатов. И решая это уравнение, дипломат не вправе сделать ни одного неверного шага. Ну, как же упустить такой классный момент из внимания, как, например, знаменитая драка в ресторане Grand Hotel, когда 7 декабря американские журналисты начали бить японских журналистов. Те, кто помнят, что 7 декабря было нападение японской армии на Перл-Харбор, понимают причину, да, то есть было обращение Рузвельта, журналисты были в гневе, вот, Куйбышевская милиция их разнимала, и понятно, что кто-то знал об этих событиях, но это все происходило за стенами и за окнами гостиницы, куда никого не пускали, потому что Гранд-Отель была предоставлена современной Жигули, была предоставлена исключительно под проживание журналистов иностранных и французского представительства Комитета национального освобождения, который возглавлял Шарльф Дегон. А мы возвращаемся на улицу Молодогвардейскую, где в доме Васильева с осени 1941 года размещалась миссия Королевства Норвегии в СССР, и где работал посол Анворд. Тот самый посол, который одним из первых откликнулся на призыв станции переливания крови и сдал свою кровь, когда она требовалась раненым бойцам, находившимся на излечении в Куйбышеве. Рассказывают, что еще не зная, кому достанется его кровь, он написал незнакомцу такое письмо. Пройдут столетия, и дети Советского Союза и всего мира будут читать книгу под названием «Храбрый русский солдат спасает цивилизованный мир». Со всех концов Норвегии и мира сегодня несутся мысли к победоносной Красной Армии, которая спасает этот мир от общего врага. Я отдаю вам кровь из моего сердца». Кровь норвежца была перелита тяжело раненому старшему лейтенанту Петру Цевко. Когда он поправился, написал послу ответное письмо. в котором горячо поблагодарил его за помощь в трудную минуту. А закончил свое письмо такими словами «Становится светло и радостно на душе, когда сознаешь, что сегодня ваш народ вместе с нами борется против врага всего прогрессивного человечества. Я верю в победу, после которой мы вместе будем строить новый мир и бороться за процветание науки, техники и искусства. Весь город напоен ласкающим теплом, неугомон у каждого порога. Апрель ударил голубым крылом, а городскую черствую дорогу. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров